Приветствую вас, летчики-самолетчики, Саймитич, и сегодня мы посмотрим, как живут в War Thunder замечательные самолеты КБ Микояна и Гуревича, Миги. У Мигов достаточно тяжелая судьба, ну, поначалу она была тяжелая, ведь во время Второй мировой войны эти самолеты не показали себя сколько-нибудь эффективными или крутыми. Настоящий рассвет их пришел уже после Второй мировой войны, когда советские инженеры начали экспериментировать с немецкими трофейными двигателями, ну, а затем с британскими, купленными через третьи страны. Миги отлично показали себя в Корейской войне, уничтожая американские Б-29, также неплохо зарекомендовали себя во Вьетнамской войне, где противостояли более совершенным фантомам. Ну и, конечно же, этот самолет принимал участие во множестве локальных конфликтах по всему миру. Эти самолеты и сейчас находятся на вооружении очень многих стран по всему миру и до сих пор принимают участие в боевых действиях и всякого рода конфликтах. А теперь давайте поговорим про то, как они чувствуются в War Thunder. И первый самолет, о котором мы поговорим, это будет МиГ-3-15. Самолет имеет боевой рейтинг 2.3 в воздушно-херистичных боях и отличается достаточно хорошей скоростью, более-менее вооружением. И, конечно, самое главное, это его воздушный респаун, который позволяет набрать нам достаточно большую скорость и на проходах уже атаковать противника. Самое главное, это занять, конечно же, побольше высоты и уже с помощью высоты набрать себе скорость побольше. Главное, в районе 650 ее держать, чтобы не развалиться. И на проходах спокойно с борьбами противников. Стрельба с этого самолета достаточно комфортная. Главное, точно попадаете. Основное наше вооружение, это пулемет УБС, который имеет калибр 12,7 мм и с советской лентой, воздушной, разрывает просто все и вся. Но если вам этого вооружения мало, тогда можете прокачать МиГ-3-15, который находится на том же боевом рейтинге, но уже на втором ранге. Здесь у нас подвешены два дополнительных пулемета УБК, которые, по сути, являются тем же самим УБС. Да, боекомплекта тут чуть-чуть поменьше. Но, в принципе, этих пулеметов хватает, чтобы развивать абсолютно любого противника. Мне этот самолетик очень понравился, он достаточно быстрый и, самое главное, мощный. В маневренные бои, ребят, не вступайте. Если понимаете то, что дело пахнет маневренным боем, лучше убегайте. Ну, постарайтесь убежать. Самое главное, постараться попасть в кого-то. Если вы попадете, скорее всего, либо поджог, либо уничтожите. Эти пулеметы дамажат лучше браунингов. Следующий самолет, это МиГ-3-34. В принципе, то же самое. Но боевой рейтинг чуть повыше. И главное отличие, что здесь установлены две пушки швак, которые отлично распиливают противника. Воздушный рез, много БК и достаточно неопытные противники. Рецепт хорошего нагиба. Лично для меня этот самолет один из самых любимейших песочных нагибаторов. Я, конечно, этим стараюсь не заупотреблять, но если грустно, можно зайти и вознагнуть. Самолет прекрасно подойдет для новичков, для старичков и вообще для тех, кто хочет научиться играть от проходов, для тех, кто хочет не экономить боекомплект, и, конечно же, для тех, кто хочет видеть смачные ватшоты, а не попадания. Потому что две пушки швак на БР-2.7 разрывают только в путь. Ну, а теперь мы переходим к реактивным самолетам. Первый реактивный МиГ — это МиГ-9. Ведь самолет обладает двумя 23-миллиметровыми пушками и одной 37-миллиметровой бандурой, которая при точном попадании дает фатальные повреждения, ну, либо сразу уничтожает самолет. Здесь, конечно, был не лучший пример. Вообще, самолет, конечно, неплохой, но лучше сразу прокачать его позднюю версию, которая так и называется МиГ-9П, потому что там банально лучше двигатели. Здесь у нас двигатели стоят копии немецких с реактивного бомбардировщика Арада-234 и не дают разогнать нашу машину как следует. А вот на поздней версии, о которой поговорим мы, следующей, будет уже ЛТХ намного интереснее. Итак, МиГ-9П. По сути, тот же МиГ-9, но на максималках, так сказать. Здесь у нас намного лучше скороподъемность и намного лучше динамика, маневрность и все вот с этим связанное. В вооружении здесь все осталось то же самое, и мы в ближнем бою отлично разрываем. Кстати, баллистика здесь у снарядов, ну, просто совсем поганая, и лучше подлетать прямо в упор и зажимать как следует. Только так у нас получится кого-то сбивать. Ребят, и сбивать получится очень эффектно. Самолетик мне очень нравится, и я вам всем его рекомендую качать, те, кто хочет такой универсальный геймплей, потому что этот самолет способен и в проходы, и в бум-зум, и даже в какие-то вертикальные маневры. Двигатели позволяют. Самое главное, что стоит помнить, это перегрев, ведь наши двигатели работают на форсаже в 108%, и иногда их можно не заметить и спалить. Для совместных боев здесь вообще нет ничего интересного. Ну, а теперь мы переходим к легенде Корейской войны. Истребителю МиГ-15. Самолет обладает мощным вооружением и прекрасными ЛТХ. Ну, мощное вооружение, вы сами видите, какое оно мощное, тут то ли попадание, то ли вообще ничего не было. Я настолько офигел от этого урона, что даже решил проверить теми лентами я загрузил самолет, а нет, воздушные цели. Ну, да ладно. Короче, самолет имеет отличный ЛТХ и способен разгоняться до скорости чуть больше 1000 км в час. Самолет играется хорошо от проходных атак и от вертикальных маневров. Вообще, все, что вам нужно знать про такой самолет, это если попадаете в какую-то жопу, то просто тянете ручку на себя и делаете вертикальные маневры. Это все, на что он способен. Это его главная фишка. Ну и мощное вооружение. Хотя, мощное вооружение вы видите какое. Ладно, переходим к следующему самолету. Это МиГ-15БИС. По сути, это тот же МиГ-15. И тактика применения на него будет точно такая же. Вообще, эти оба самолета очень похожи. МиГ-15БИС имеет чуть лучшее ЛТХ, но, в принципе, на самом деле, зачастую это даже незаметно. Самый главный недостаток 15-го МиГа – это его дубовость. На высоких скоростях мы очень дубовый и хрен до кого довернем. Так сказать, ролл у нас совсем подстретственный. И до противника на скоростях 800-900 и больше мы хрен вообще довернем. Хрен попадем. И если мы решим кого-то сбить, то тогда нужно либо заранее строить маневр, либо через вертикальный маневр как-то на малой скорости на него заходить. И только так. Стрельба на самолете реально очень хреновая и очень сложная. К ней нужно долго привыкать. И зачастую в боях мы либо сразу много настреляем, либо не настреляем ни хрена. Стоит отметить также маленькие боекомплекты этой машины. Здесь вообще, в принципе, на 15-х и 17-х МиГах одни и те же плюсы и одни и те же минусы. Просто одни чуть лучше летят, другие чуть хуже. По вооружению в всех плюс-минус то же самое. Выделяется, конечно, МиГ-15 ИШ. Это такой самолете, который продается за золото. Многие его хвалят, но на самом деле я не очень понимаю почему. Да, в воздушных боях мы вроде как МиГ-15 БИС, но на АБРе 8.0. И это, конечно, круто. А вот штурмовки он мне не понравился. У бомб здесь нету баллистического вычислителя. Ракеты слабые. И кидать и попадать ими достаточно сложно, потому что ракеты установлены специфически и смотрят вниз. Ну и, как я уже сказал, взрывчатки там достаточно мало. Так что нужно прямо прямое попадание. Я бы не сказал, что этот самолет ИМБА, но для совместных боев не стоит его прям покупать. Следующий самолет это МиГ-17. МиГ-17 это, по сути, тот же МиГ-15 БИС, но на максималках. Здесь у нас увеличена стреловидность крыла. Из-за этого ЛТХ у нас стали чуть получше. Двигатель тот же. Скорость, опять же, больше. Немножко лучше чувствует себя на атаках. Ну, это мне так показалось. В принципе, тактика точно такая же, как и на МиГ-17. Это проходные атаки. И это, конечно же, атаки через вертикаль. Ну, маневры через вертикаль. Постоянно тянем ручку на себя и стараемся кого-то уничтожить. Гоняться за кем-то можно. В принципе, скороподъемности и максимальной скорости у нас хватает. Но, опять же, не за всеми. Стрелять все так же тяжело. Ну, а теперь следующий самолет. Это у нас МиГ-17АЭС. Пременная машинка, которая иногда продается в Вартандере по некоторым, так сказать, уникальным событиям. Уникальность этого самолета в том, что на нем установлены две ракеты Р-3С, которые имеют хреновую перегрузку. Но это все те же обычные, самые ранние ракетки, как АМ-9Б американские, которые недалеко летят, нихрена не маневрируют и, в принципе, способны уничтожить цели, которые идут по прямой, либо на большой высоте, либо совсем без скорости. Крусовое вооружение у нас такое же. Это две 23-мм пушки и одна 37-мм. То есть, атакуем мы также в упор, крутимся мы точно так же хорошо и, в принципе, ничего нового про этот самолет я вам сказать не могу. Самое хреновое здесь это то, что ему боевой рейтинг, в отличие от обычного МиГ-17, не понижали. Здесь он остался такой же 9,0, как и был. Если раньше он очень круто смотрелся на фоне прокачиваемого, то теперь мне интересно. Следующий, о котором мы поговорим, это Лим-5П. Он находится в своем рейтинге 8,7 в ветке прокачки Германии. У самолета отличается от обычного МиГ-17 двигателем с форсажной камерой, а также измененным вооружением. Здесь у нас стоит три пушки по 23 мм. Боекомплект не такой уж и большой, а в остальном он играется точно так же, как и обычный МиГ-17. Ну, единственное, что здесь нужно следить за топливом, поскольку на форсаже топливо уходит намного быстрее, чем в обычном режиме. Так что уже берем не минималочку, берем немножко побольше. Можно даже минут на 20. В остальном же играется так же от проходов, играется так же от вертикальных маневров. Самолетик неплохой, но на шестом ранге Германии лучше все качать через пауковой Хантер. Это я говорю постоянно, скажу вам и сейчас. Ну, еще есть один интересный вариант МиГ-17, это Шиньянг-F5. Самолет имеет такое же вооружение, как и у МиГ-17, крусовое, но имеет две ракеты R-3S, так еще имеет и форсажную камеру. И все это добро сидит у нас на былом рейтинге 9,3. Так что мы встречаем очень серьезных противников. По тактике применения все то же самое, как и на всех 17-х МиГах. Мы можем попытаться играть от проходов. Здесь уже ключевое слово попытаться, поскольку противники наши очень серьезные. Так что основная наша тактика это где-то летать в свалках, стараться как-то атаковать противников, которые потеряли скорость. Ведь всякие сверхзвуковые самолеты мы спокойно перекрутим, перевертим и уйдем от них на вертикаль. Ну как, не на вертикаль, мы просто будем делать мертвые петли. Не надо это путать. К сожалению, у нас нету никаких ЛТЦ, и если в нас запустят какие-то серьезные ракеты, мы будем очень часто умирать. Играть на этом тяжело, я бы вам не стал советовать это покупать, только если уж вы очень сильно хотите китайскую ветку себе прокачать, ну или очень любите 17-е Мегари. Вообще самолет, как говорится, скиллозависимый и не подойдет новичкам от слова совсем. Ну а теперь мы переходим к 19-м Мигам. И первый у нас Миг-19 ПТ. Самолет поистине легендарный, кстати, имеет такой же боевой рейтинг, как и Шиньянг 9.3, и поэтому очень часто играет в той же жопе. Вообще у нас самолеты боевого рейтинга 9.3 играют очень часто внизу списка, и поэтому страдают. Так-то Миг-19 ПТ очень неплохая машина. У него отличная скороподъемность, достаточно неплохое вооружение, состоящее из двух советских 30-х, с неплохой баллистикой и неплохим уроном. А также есть две ракеты Р-3С, и это хорошо, что они есть. На самолете стоит играть в такого некого охотника, облетать карту где-то в стороне, потому что, скорее всего, подойдете в какую-то задницу, и там искать какие-то одинокие цели, ну или цели без скорости, и уже их атаковать. А потом спокойно убегаем. Следующий самолет это Ник-19С. Это у нас, по сути, тот же самый, но без радара, без ракет Р-3С. Зато у нас установлено целых три пушки, и также у нас более хорошее ЛТХ. Самолет реально только для очень скилловых пилотов, которые знают тактику, которые знают, как стрелять, и которые знают, куда лучше не лезть. Если вы не такой, тогда трогать это вообще не стоит. Я вам честно скажу, мне 19-е Миги не нравятся. Да, конечно, бывают на них какие-то крутые бои, но этот гейплей, ну, совсем не для меня. Лучше уж взять, где есть какие-то ЛТЦшки, ракеты, и чтобы все было более-менее комфортно. Короче говоря, 19-е Миги я вам не рекомендую, ребят. Так же, как я не рекомендую Миг-21F-13. Господи, как же я на него мучаюсь, когда я его выкачиваю. Я думаю, вот я выкачу его, и будет что-то более-менее хорошее. Нет, какое-то говно. У нас всего одна пушка, боекомплект, 60 снарядов. Да, это 30-ка, но даже советская 30-ка иногда дает попадания или критические повреждения. Ну, вы поняли. Также у нас есть две ракеты Р-3С, а боевой рейтинг наш 9,3. А это значит, мы регулярно встречаем какие-то, ну, очень какие-то сильные вражеские джеты, против которых мы зачастую ничего сделать не можем. ЛТЦ у нас нет, поэтому сбивают нас очень часто всякие крутые ракеты. И, честно говоря, самолет-страдалец. Страдалец прям серьезный, не надо это трогать. Да, он в чем-то маневренный, да, он может набрать большую скорость, но поверьте мне на слово, ребят, вы на этом самолете только намучаетесь, и ничего хорошего вы здесь не увидите, так как вся его большая скорость теряется буквально за один маневр. Ну, а дальше вас непременно собьет какая-нибудь вражеская ракета, ну, или вражеский самолет на огромной скорости. Ребят, просто не качайте это, не трогайте это, не слушайте никого. Самолет говно. Следующая машина это МиГ-21 ПФМ. Самолет выдавался за задротмарафон 2020-2021 года, за зимний задротмарафон. Он имеет боевой рейтинг 9,3, он имеет две ракеты Р-3С, и также он имеет для совместных боев уникальные ракеты Х-66, которые наводятся по радиолучу. То есть, наводится туда, куда смотрит нос нашего самолета. В данном случае наш прицел, то самое перекрестие. Короче, самолет, в принципе, неплохой. Мне он даже очень сильно понравился, хотя качал я его с определенной болью. Если у вас есть лишние гаджикоины, или вы просто мажор, советую эту машину себе прикупить. Он реально очень интересный, ну, только при полной прокачке. Самолет обладает двигателем от МиГ-21СПСК. По сути, даже это и есть МиГ-21СПСК, но с другими ракетами. Самолет комфортный. Он играется как от маневренного боя, так и от проходных атак. Это уже не такое унылое говно, как МиГ-21Ф-13. Ну, а теперь поговорим про недавно выведенный из продажи МиГ-21СПСК. Это та же ПФМ-ка советская, но с другими ракетами. По сути, это немецкая ее копия названия. Короче, в чем ее прикол? У нас здесь есть возможность подвесить ЛТЦ, либо ЛТЦ, либо пушки. Также самая главная фишка – это ракеты. Ракеты здесь поистине уникальные и интересные для этого боевого рейтинга, и очень разные. Здесь у нас есть как ракеты Р-13М1, так и Р-60, Р-3С, Р-3Р. Но это все можно комбинировать и очень по-разному. Самолет достаточно хороший, мне он очень понравился. И знаете, если он будет в продаже, его определенно стоит брать. Все дело в его боевом рейтинге. 9,7 для этой машины. Это очень круто. Ладно. Следующая машинка – это МиГ-21С Р-13-300. Да, я думаю, многое разочарование принес этот самолет игрокам War Thunder. Особенно тем, кто решил сэкономить и прокачать себе ветку авиации СССР. Ну, конечно, кто-то, кто отыграл на нем боев эдак, наверное, 300-400-500, его более-менее не понял, или просто привык и смирился. И он ему даже понравился. Лично я считаю этот самолет очень сложный и достаточно скиллозависимый. И к покупке я его не рекомендую, особенно новичкам. Ну, только если уж у вас прям вообще выхода нет никакого, а на него какая-то прям очень жесткая скидка. Самолет играется от проходных атак. Иногда, конечно, можно даже вступать в маневренный бой. Но если вы встретите какого-нибудь опытного летчика на F-8Е, на F-5С, тогда он вас, скорее всего, сделает. По тактике я советую набор высоты. Там на высоте стараемся реализовать свои ракеты R-3R. Ну, а дальше спускаемся к земле и ищем цели, желательно без ЛТЦ. Нет, даже, я бы сказал, желательно слепые. Ну, или какие-то очень уж совсем слабые, какие-нибудь ударные самолеты или противники, которые уже заняты маневрным боем. Самолет, короче говоря, сложный. К покупке не рекомендую. А вот к прокачке я вам рекомендую МиГ-21СМТ. Это, наверное, один из самых лучших самолетов на боевом рейтинге 10.3. По ЛТХ это тот же МиГ-21С, R-13-300. Но у нас уже здесь есть те же самые ракеты R-3R, есть ЛТЦ, есть ракеты R-60. Да и, в принципе, летает он даже чуть получше. На самолете реально получается делать очень крутые бои. И если вы качаете ветку Советского Союза, этот самолет вам нужно прокачать обязательно. Потому что он подарит вам реально море наслаждения, море нагиба и море кайфа. Тот же самый можно сказать про истребитель МиГ-21МФ. Я не стал уж тут отдельно на нем летать и отдельно его включать. Просто это то же самое. Но у него более хорошая маневренность, но менее мощный двигатель. Играется он абсолютно так же, кайфуется на нем абсолютно так же. Единственное, что эти два самолета, если стоковые, если попали на 11.3, тогда да, боль. Но если вы полностью прокачанный и играете на своем боевом рейтинге, тогда хорошо. А вот следующий самолет МиГ-21БИС здесь уже все немножко посложнее. Как я считаю, главная фишка этого самолета это его очень мощный двигатель и 6 серакурсных ракет R-60М. Для боевого рейтинга 11.0 это уже интереснее. Но в принципе попадать мы иногда будем прямо в какую-то жопу против F-16 и МиГов-29. И вот там нам реально дадут прикурить. Короче говоря, самолет бодрый среднячок. Играть на нем можно, но достаточно сложно. Если его покупать за реальные деньги для прокачки ветки, например, за Германию, покупать Силазурь-М, это будет более-менее нормальным решением, но просто безальтернативным. Есть у нас еще в игре такой интересный самолет, называется МиГ-23БН. Это 23-й МиГ, но абсолютно без какого-либо ракетного вооружения, ну если не считать наров, конечно, и без радара. И все это сидит на боевом рейтинге 9.7. У нас также нету ЛТЦ и мы вообще являемся ударным самолетом. Самолет на что-то способен. Ну он способен долететь до баски и разбомбить. Также мы можем кого-нибудь проатаковать, дать кому-нибудь лобовую, ну или что-то такое. Вообще самолет играется по тактике, ударил по базе и в ангар, ну и может кого-нибудь пострелял. Потому что зачастую к нам прилетят какие-нибудь боковые хантеры или какие-нибудь харьеры, дадут нас ракету, и мы так или иначе уйдем в ангар. Качать не рекомендую. Также как не рекомендую качать МиГ-23М или МФ не покупать и вот все, ежи с ними. Самолет не имеет какого-то внятного радара, у него очень мало ЛТЦ, да и ЛТХ, у него достаточно посредственный данный радар. У нас есть СДЦ режим, но ракеты Р-23Р сначала пролетят какое-то время и только уже потом будут идти на перегрузку. Так что качать их и в принципе этот самолет я никак не рекомендую. Попадать здесь вы будете зачастую к 12.0 или к таким же самолетам, но уже с нормальным радаром, с нормальным ракетом. Ну я имею в виду МиГ-23МЛД, МЛ и вот всякое такое. Лучше это пропустить и сразу выкачать себе МЛД-шку. Вот там реально все будет очень круто. А этот самолет, ну блин, мне кажется он достаточно посредственный и даже когда он был топом, он не являлся какой-то прям уж очень популярной машиной. Но да ладно, давайте перейдем к более нормальным самолетам. Это конечно же МиГ-23МЛД, МЛА и МЛ премиумный. Это все в принципе в геймплее более-менее плюс-минус одни и те же машины. Понятное дело, что какие-то будут в чем-то одном и лучше, какие-то в чем-то другом. Но в общем и целом я не буду тут расписывать про каждый самолет. Просто скажу то, что это сейчас один из самых лучших самолетов на боевом рейтинге А11-3. Если не самый лучший. У нас есть всеракурсные ракеты СКГСН, у нас есть радар, который может игнорировать дипольные отражатели. У нас есть хорошая скорость на разложенном крыле, мы отлично маневрируем. Боже, он просто играется восхитительно. Наш режим радара, если его перевести в БВБ, может показывать такой вот прямоугольничек, которым очень просто захватывать цели. И захватываем их очень хорошо. Это не вам какое-то НСЦ на Фантоме, где там только с 10-го раза кого-то захватишь. Здесь все захватывается круто. Ракеты имеют инерционку, летят хорошо. Даже если вы как-то потеряете захват, ракета все равно может бросить противника. Ну а когда две ракеты пристроили, остаются еще четыре всеракурсные. Пусть это Р-60М, пусть они уходят на каждый чих, но это всеракурсные ракеты. И всяких слепашархлебушков мы точно будем забирать. Вообще, данный агрегат я рекомендую абсолютно всем к прокачке. То есть МЛД-шку или немецкую МЛА-шку. Ну а также, конечно же, рекомендую вам купить себе МИГ-23МЛ для прокачки ветки. Ссылки в описании я вам, конечно, не дам, потому что мне ее нету. И вряд ли когда-то будет. Но все равно, ребят, машинка достаточно достойная. Качайте ее и радуйтесь жизни. Нагибайте, качайте себе именно на этом 29-х Мегарей. Ну или что там будет, если вы смотрите видос, когда выйдет уже что-то новенькое. Ну да ладно. Короче, играть на этом самолете я советую от большой скорости. Использовать БВБ режим через этот прямоугольничек. Главное, в самом начале боя не забывайте включить режим СДЦ. Гайд по настройке радара у меня будет в описании под видео. Если что, там все это можете посмотреть. Играть на этом одно удовольствие. Реально, просто очень крутая машина. Ну а теперь я рассмотрю такие истребители, как МИГ-27. Я не буду тут вам показывать совместные бои. Вы и так все, наверное, видели. Я вам лучше расскажу про воздушные. В воздушных боях это достаточно неплохой агрегат. Но чисто из-за того, что мы можем, ну просто хотя бы хоть что-то можем. Самое главное, это наша советская пушка, которая может делать «Брррр», по-советски. Это тоже шестиствольный миниган, но с достаточно ограниченным боезапасом. В принципе, его хватает, баллистик там восхитительный и забрать мы кого-то можем. Также у нас имеются всеракурсные ракеты, ну и бомбы, чтобы баски побомбить. До базок, иногда долетаем, иногда нет. Качать это вам все будет достаточно сложным. И использовать этот самолет чисто как самолет для прокачки ветки я бы не рекомендовал. Но прокачать вооружение для совместных боев вполне реально. Ну а теперь наконец-то мы переходим к замечательным 29-м мегарям. Ох, вот это реально очень крутые самолеты. И я бы даже сказал имбовые. Начнем мы с 29-го мегаря, который сидит на бывом рейсинге 12.0. Самолет обладает потрясающей скороподъемностью, очень высокой скоростью. И что самое главное лично для меня это хорошие маневренности на больших скоростях. В принципе мы можем уклониться от какой-нибудь ракеты АИМ-7М, которая летит прямо нам в лоб. Ну конечно если будет более-менее расстояние, мы просто делаем размазанную бочку и она нас тупо не доворачивает. Ну конечно везде есть какие-то свои особенности. И в бою все ситуативно. Самое главное, что у нас есть НСЦ. И в отличие от какого-нибудь Ф-16 на том же бывом рейсинге, мы можем спокойно наводить свои пары ракеты, спокойно наводить ракеты СК, ГСН. И в этом не будет абсолютно никаких проблем. По тактике применения я вам советую летать поближе к земле, чтобы не склопотать ракету прямо в лоб. Ну а если слышите спло, тогда сделайте змейку. И все у вас все будет хорошо. Пользуйтесь НСЦ, чтобы наводить свои ракеты Р-27Р. И вот вам фраги. Ну а следующий самолет это топовый МиГ-29СМТ. Самолет в принципе сильно по ЛТХ не изменивается. Единственное, как по мне, что здесь добавили крутое, это конечно же ракеты Р-73, которые супер маневренные, которые могут игнорировать ЛТЦ. Но как они игнорируют по-своему тем, что у них сужается поиск у Сикера. То есть в принципе, если мы их кидаем чисто в хвост, тогда скорее всего это будет фраг. Но вот если мы кинем по цели ракету где-то примерно градусов с 90, ну или тем более в лоб, скорее всего она уйдет на ЛТЦ. Самое главное вооружение, как вы видите, все те же ракеты Р-27Р. Но здесь теперь у нас есть отличное вооружение для совместных боев. Кабы и бомбы с ТВ-наведением. Есть у нас еще германский МиГ-29Г. От СМТшки он будет отличаться чуть лучше МиГ-2Х, но там чуть поменьше ЛТЦ и поменьше топлива. Также там нету того самого крутого вооружения для совместных боев. Ну а на этом по МиГарям у меня все. Всем удачки, летчики-самолетчики. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если не подписано. Всем пока.